19 сентября 1888 года в Бельгии провели первый в истории конкурс красоты. Он, конечно же, не имел ничего общего с современными соревнованиями красоток. В то время претендентки должны были вызвать на конкурс свои фотографии, по которым члены жюри и отобрали 21 финалистку. Как писали бельгийские газеты, мероприятие проходило чрезвычайно скромно. Участницы оставались неизвестными широкой публике, жили в отдельном доме, а на конкурс доставлялись в закрытом экипаже. Первой королевой красоты стала 18-летняя креолка из Гваделупы. Она получила премию 5000 франков. 19 сентября считается днем рождения Смайлика. В 1982 году американский профессор, преподаватель информатики Скотт Фалман предложил использовать этот символ в качестве способа выражения эмоций при общении в сети. Он соединил двоэтучие, дефис и закрывающуюся скобку. Правда, не все ученики Фалмана одобрили такой знак. Сегодня Смайлик – это неотъемлемый элемент любого текстового сообщения. 19 сентября 1969 года родился прославленный боксер Константин Дзю. Трехкратный чемпион СССР, двухкратный чемпион Европы, чемпион мира и обладатель еще многих-многих титулов и званий. Костя Дзю – единственный россиянин, включенный в международный зал боксерской славы. В спортивной среде он носит прозвище «Гром» из Австралии. Константин также успешный тренер. Он разработал собственную эффективную систему тренировок. Среди его учеников – боксеры Лебедев, Поветкин и Аллахвердиев. На свои деньги Дзю открыл несколько спортшкол по всей стране, чтобы развивать любимый вид спорта. А о том, что произошло в этот день на Южном Урале, расскажут представители публичной библиотеки. 19 сентября исполняется 200 лет со дня рождения Руфа Гавриловича Игнатьева. Имя этого историка, этнографа, первого археолога Оренбургского края, южноуральцам почти незнакомо. Родился он в 1818 году в Московской губернии. Дворянин. Окончил Лазарский институт восточных языков в Москве и Парижскую консерваторию. В 1860-х годах вел археологические раскопки в Троицком, Челябинском, Верхнеуральском уездах, на землях Мярского и Саткинского заводов. Известны его очерки «Верхнеуральск», «Мярские золотые прииски» в Оренбургской губернии.